здравствуйте дорогие друзья я постараюсь вам рассказать о том опыте который получил вся наша команда получил я общаясь с медведем который оказался у нас в общем-то совершенно случайно то есть мы не планировали заводить медведей никакого там зоопарка еще чего-то устраивать то есть у нас ну команда летная приезжали на аэродром летали техникой занимались ну и волею случая в 2016 году на аэродроме нашли маленького медвежонка кто-то его подбросил я не знаю то есть это было в будни приехав выходные вот увидели этого ребенка конечно все растаяли вот и дальше началась эта вся история которая уже сейчас шестой год этой истории медведю уже шестой год взрослый полноценный зверь который с которым удалось сохранить контакт общаться он не дрессированный изначально не ставилась никакой задачи там дрессура его еще с ним просто вот как с партнером шло общение сразу буквально была попытка передать этого зверя ученым то есть прекрасно понимали что зверь оказался в руках человека зверь дикий и нужно его реабилитировать в нашей команде летающих наташа дмитриева есть у него брат биолог она тут же нашла контакты пажетновых и центра реабилитации может быть слышали о них связали с ними ну буквально несколько контрольных вопросов и они отказались брать этого медведя потому что он уже имел контакт с человеком и воспринимал человека как друга соответственно реабилитация его была невозможна они говорят да он в природе выживет но проблема будет в том что воспринимать человек как друга он выйдет потом к людям и будет застрелен в первую деревню никто не будет разбираться какими намерениями люди боятся медведей следующая была попытка руководства аэродрома передать этого медведя куда нибудь ну он начинал расти передать его куда-нибудь заповедник вышли на мин природы пытались с ними сконтактировать они вроде дали чей-то контакт в общем закончил все это грустно медвежонок уехал на притравочную станцию узнав вообще что его передали мы сесть на хотели видеть в каких условиях его куда передают и стали как только его передали стали узнавать где как что оказался он в жиздре сначала в жуковском в раменском точнее а потом в жизнь друг уехал ну и через охотников через летчиков выяснили что на притравочной станции появился наш мансур поехали забрали его оттуда тут же привезли обратно на аэродром ну и тут уже стало понятно что никуда никому в общем-то бурые медвежата пока он маленький его как игрушку держит дальше никому не нужен то есть зоопарки забиты если не в зоопарк какой-то хороший то это зверинец где в общем-то жизнь будет ужасно для медвежонка и для медведя в дальнейшем либо притравочная станция все больше в россии для медведей как бы особо вариантов нет соответственно стали что-то думать надо на аэродроме ну пока маленький он там вообще свободно передвигался по всему аэродрому потом потихоньку подрастая он стал ломать все то есть увидел там столбик деревца куст сломал пошел дальше такой маленький варвар связали с московским зоопарком они вообще нам очень много помогали помогают и советуют то есть там ученые настоящие ученые кто знает как что со зверьем и ветеринары и просто ученые и вот вера сочина она вот московском зоопарке занимается водоплавающими котиками вот такими зверями моржами котиками она посоветовала несколько ключевых моментов подсказала как содержать во-первых первое время чтобы его не на цепи потому что цепь и вообще железо он ненавидел всеми фибрами души то есть начале его там посадили на длинную цепь потому что поводки он все там перекусывал и будку ему была сделана он эту цепь грыз в итоге нам пришлось лечить его лечить потому что он снес эмаль на двух жевательных зубах и зубы естественно корреспошел два зуба потеряли мы посоветовали электронный пастух поставить поставили мы этот пастух купили быстренько оградили кусок аэродрома под него и он там стал у нас бегать резвиться ну и дальше начали потихонечку инфраструктуру строить под него там горку какую-то ванну притащили ему вот вот так как бы его жизнь началась там выходные приезжая брали его с собой он очень радовался очень контактный и социальный зверь сам по себе медведь он радовался когда он в компании в какой-то то есть брали его с собой на самолет работать и он там по стремянкам лазил купался на грузовике ездил в общем все радости как человеческий ребенок вот таким таким образом стал он сыном полка как мы его назвали ну а дальше рос 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 малыш вырос понятно что уже несколько раз сбегал у нас из-под этого пастуха там пришлось вторую второй забор строить причем сбегал тоже тоже ну скучно сидит целую неделю один вот его там как-то кормят наняли человек кто его кормит кто косит там смотрят ну человек отвлекся этот друг под пастухом нырнул пошел гулять по всему аэродрому то там залез на вышку то там по машине прошелся а уже вес то 50 килограмм там был поэтому по машине прошелся нам надо компенсировать человеку помятую крышу один раз на такси вернулся из деревни до была такая история ушел гулять по аэродром побегал искупался делать нечего уже везде проглазил что делать пошел гулять из ближайшей деревне звонит женщина там председатель слушайте заберите вашего медведя он тут по деревне гуляет ребята техники поехали в эту деревню действительно гуляет тут какой-то мужчина останавливается я фермер о медведь а мы с ним до этого на машине ездили там в лес ездили и так он в общем-то на машине ему нравилось на машине есть он увел открытую машину и нырнул в нее быстренько ну чё делать не вытаскивать его оттуда же техники это ну все вези на аэродром вот так медведь на такси прокатился но уже на третий год медведь стал большим то есть он уже уже в лес даже ходить гулять с ним тяжело было потому что он по массе был уже сравним с человеком то есть 80 килограмм 80 там 100 соответственно сцепной вес медведя больше чем у человека то есть ты его не удержишь на поводке никак но с ним что хорошо было опять же вот медведь очень медвежа медвежата они у них заложенные инстинктивно что он боится потеряться поэтому с ним на поводке невозможно было ходить а вот на диалоге пойдем пойдем догонять ходили и в лес и из леса то есть вот такая особенность но уже над концу второго года понятно что это уже взрослая такой крупный медведь которого люди боятся и надо что-то делать то есть электронный пастух он уже может не спасти не спасти в каком плане то что медведь подерет человека то что он он может заиграть он может напугать особенно там ребенка или женщину или да ну просто человек который его боится опять же хочу немножко отвлечься медведи они по своей природе по натуре они такие вот лидеры и они чувствуют на каком-то инстинктивном уровне чувствуют если человек боится то медведь тут же должен доминировать то есть вот этот доминация прям маленького медвежонка наблюдалось то есть вот с ним играешь идет мимо человек который его боится медвежонок разворачивается кидается на ногу этого человека просто вот чтобы сказать что я главнее ну и стал вопрос что строить вольер надо начали мы собирать деньги потому что проект нарисовали а как бы что дальше как дальше посчитали там больше миллиона выходит даже на элементарный вольер изначально ставилась задача этого медведя не посадить в клетку то есть вот его как содержали в полувольных условиях также обеспечить ему максимально комфортные условия по содержанию ну во первых это гумана во вторых наблюдая за медведем можно сказать что на его психическое состояние ну в общем то как и наверное у человека очень сильно зависит от свободы от свободы как только начинаешь ограничивать его свободу становится нервным становится раздраженным в общем то поэтому свободу то есть не на цепь не в какой-то клетке медведя содержать в принципе нельзя денег потихонечку насобирали мы за зиму к третьему году ну и тут оказалось нас пригласили да да это медведь жил в тверской области аэродром орловка где его и нашли а а тут нас пригласили переехать на аэродром орешково это калужская область там друзья в общем-то создали аэродром был но на этом аэродроме частный аэродром инфраструктуру большую сделали год давай перебазируйся мы выделим те кусок земли и медведев будет хорошо и самолетом хорошо в общем всем хорошо мы переехали вместе с медведем и со всеми самолетами в орешково там выделили нам кусок леса которым мы начали строить вольер и в 2018 году у нас был построен вольер для медведя весь проект по содержанию медведя сразу хочу сказать это у нас проект волонтерский и с открытой бухгалтерии то есть вот любой человек кто жертвует деньги он эти деньги может потом увидеть на сайте и увидеть на что было потрачено то же самое как там все кто участвует из ребят приезжают помогают это все на добровольных началах когда у человека есть время возможность желания за все это огромное спасибо в одиночку такой проект я бы не вытянул то есть это командная работа причем многих людей ну и вот начали с вольера построили вольер медведю сначала малый вольер потом большой вольер в лесу который он очень боялся заходить вначале но когда себя пересилил вошел туда счастье то есть вот эмоции медведя это надо было видеть он бегал от дерева к дереву подпрыгивал обнимал эти деревья бежал дальше потом бежал ко мне меня сбивал с ног вот зверю настолько переполняли эмоции счастья ну и дальше проект развивается в 2019 году построили бассейн вот начали развивать вокруг вольера инфраструктуру то есть сейчас скважина построена кухня построена чтобы медведю там приготовить еду сохранить еду вот скважина чтобы воду давать потому что колодца нам не хватало вот высажен сад вокруг вольера то есть идет такое благоустройство плюс по инфраструктуре огромные работы проведены то есть это серверная оптиковолоконная линия интернета протянута чтобы можно было транслировать и 24 на 7 показывать медведя ну и проект вот так развивается развивается и живет еще медведи брать не планируем вот но нужно думать и нужно строить в общем-то в россии должны быть реабилитационные центры реабилитационные центры куда можно определить медведей которые пострадали от человека которые оказались такими брошенными потому что судьба у них в общем то как я говорил плохая какие базисные основные моменты вообще при общении с медведем с дикими зверями ну вот имея этот опыт фактически уже там пятилетний больше чем пять лет это ну со зверем нужно иметь контакт иметь контакт тесный контакт не бояться его общаться с ним ну для медведя это важно и смотреть на его относиться к нему не как к более низшему существу а как равноправным как к такому же как и ты медведь вот мансур он не дрессированный но глубокая социализация то есть он в человеке видит партнера друга в общем то такого такого же может быть там более голого более слабого медведя и это очень очень интересно потому что он с ним можно договориться его невозможно починить с ним можно договориться то есть вот даже проводили съемки с японцами тут рекламные съемки и медведь выполнял команды не потому что ему вот как команду даешь а потому что его просишь просишь там пойдем со мной пойдем пройдемся здесь по бревну и он идет и делает не за еду не за вкусняшку а вот виде такой игры в виде общения нужно очень внимательно смотреть за его вообще поведением со строением состоянием настроением потому что это тоже ключ к успеху к успеху с ним успех в общении с медведем если видно что он не в настроении не надо к нему лезть не надо к нему лезть не не надо приставать ничего хорошего не получится ничего добьешься просто подождать у меня был хороший пример когда он еще маленький был с этим электронным пастухом там буквально второй год медвежонок ну сколько там килограмм шестьдесят он весил я пришел обслуживать его вольер и он меня выскочил пока я там заходил выходил вот он увидел лошадь пробегающую мимо испугался и выскочил с вольера я думаю ну сейчас я вот тут один надо его обратно то сейчас люди напугаются на аэродроме я его зашкирку и грыл пошли обратно он огрызнулся кусанул меня кусанул достаточно больно игры ну раз так иди на все четыре стороны развернулся пошел дальше вольер думанду вот куда хочешь туда и иди и его реакция была феноменальна он за мной следом пошел вошел в вольер то есть а всего лишь надо было его там не силой тащить просто сказать пойдем 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 со мной догоняй как и любой зверь он в общем-то очень здорово читает психологическое состояние человека который находится рядом с ним читает и зачастую либо копирует либо пытается это состояние то есть если человек слабее его психологически пытается развернуть свою сторону то есть стать лидером это заложено в природе зверя по-другому просто не выживет если он не будет лидером не будет там что в стае что не в стае хотя вот медведь это не стайное животное все равно он должен быть сильным лидером чтобы свое потомство банально продлить ну и также физическая какая-то подготовка должна быть не потому что сейчас вот медведем мы никого не пускаем по причине того что он может заиграть то есть он не агрессия а именно давай поиграем это вот сейчас он где-то килограмм 260 270 весит вот и с учетом его скажем так немножко варварство такого но медведь дикий лесной человек вот к нему надо так относиться он может повалить тебя начать играть если человек испугается запаникует здесь уже может пойти непрогнозируемой реакции важно это учитывать важно при общении вообще с медведем с вот такими зверями понимать что ты будешь делать в случае если ситуация начинает развиваться непрогнозируемо то есть какая-то там агрессия которую мы не наблюдали не агрессии которые которые бы была не мотивирована но на этот случай тоже нужно иметь план б всегда то есть основное я придерживаюсь чего что если медведь я вижу что у него нет настроения я к нему не захожу если у него гон и гон когда настроение резко меняется тоже мы контакт ограничиваем если в процессе общения вижу что он разыгрывается начну и когда я уже могу не контроле не смочь контролировать его поведение игру останавливаем вот общение останавливаем я выхожу для него это как бы основное наказание еще ну понятно что у нас есть вольер разделен на две зоны безопасности чтобы можно было его обслуживать и чтобы также человек мог уйти вот вольер огорожен электропастухом который медведь прекрасно знает и не подходит к забору также ну в общем то есть пассивные средства безопасности как точнее уже не пассивные активные в случае необходимости это газовый баллончик и это электрошокер которые ну слава богу ни одно ни второе ни разу даже не приходилось доставать применять но как такие средства мы это дело имеем вот ну и основное это конечно внимание как ко всяким деталям мелочам то есть понимать состояние зверя что вообще из себя представляет медведь его психологическая сущность его мир внутренний вот за те за то время что общались удалось в общем-то что-то узнать что-то подтвердить что-то ученые нам рассказывали и из московского зоопарка и биологи такие как медведеводы я не знаю исследователи по медведям это там и пажетнов и и овсянников никита гордеевич значит медведь обладает очень высоким интеллектом хорошая память огромный сил ну вот такой как бы дикий лесной человек архитектура мозга у медведя как установили ученые наверное самая развитая из всех млекопитающих ну вот в нашем регионе наверное самая высокоразвитая то есть медведь может строить логические цепочки мы это тоже наблюдали когда им там что-то достать надо он может использовать какие-то предметы чтобы подтащить сделать себе подставку он учится методом наблюдения то есть ты работаешь с инструментом то сам с той же лопатой с теми же виллами если ты их оставляешь вольере он берет и начинает повторять пытаться копировать твои действия в дикой природе это то же самое то есть медведи там учится той же рыбной ловли наблюдая за другими медведями то есть очень интересно в этом плане зверь он ну как бы вот это наблюдалось неоднократно он может созерцать заниматься зерцанием это далеко не многие звери этим занимаются когда тоже это говорит о высокой развитой структуре мозга что зверь может любоваться природой наблюдалось это на белых медведях которые овсяников никита гордеевич рассказывал когда он наблюдал что у него был зверь на врангеле дикий зверь который приходил садился и просто сидел смотрел в море то есть он любовался морем вот по мансуру тоже несколько таких примеров у нас было когда он любовался вот либо просто сидел смотрел и вот ну видно было что и по глазам и по фигуре что у него идет мыслительная активность медведи обладают хорошей памятью причем причем изначально нас пугали что вот медведь уйдет в спячку проснется ничего не будет помнить ничего подобного он прекрасно все помнит и память у него хорошая то есть сразу московском зоопарке вот вера сочина предупредила гать не вздумайте применять силу с медведем вот пока он маленький вы его там передавить и воспитательных целях воспитательных вы вы передавите но потом он запомнит это и вам это вернет поэтому с мансуром вот у нас силу какое-то наказание не практиковалось никогда то есть самое большое наказание это прекращение общения если он ведет как не так ну про сильный характер и оговорил что удивительно медведи это можно абсолютно точно утверждать они испытывают эмоции чувства как и человек то есть это не бездушное животное а это настолько эмоциональный зверь что диву даешься в общем то он говорят не развита мимику зверей на самом деле у медведей на самом деле развита видно по его морде когда за ним наблюдаешь когда он улыбается когда у него наоборот там нет настроения вот это все видно видно по выражению морды по глазам но вот и по поведению от медведя можно сказать четко что он испытывает чувство чувство любви чувство ревности испытывает и вот это тоже нужно очень учитывать в общем-то общаясь выражена сильная привязанность у него то есть первые там ну наверное года три это было что-то там удивительно когда ты приезжал к медвежонку через неделю я у медведя там по выходным потому что в будни вынужден работать и находиться в москве только по выходным и вот ты приезжаешь к нему заходишь он бросается к тебе начинает сосать руки сосать руки вот это было там до получаса до 40 минут у меня ладони такие были красные распухшие он соскучился все вот пососал руки давай играть то есть переходим на следующий этап общения ну и по как бы вот то что он испытывает такие чувства это не только мы наблюдали это и финны подтвердили нам и американцы подтвердили вот общаясь то есть звери звери уникальные ну вообще про медведя можно сказать что это страшно любопытный зверь вот но в то же время жуткий консерватор то есть он что-то новое боится я сейчас вам покажу маленький тут вот такой ролик про белого медведя как комментарии к тому что он жутко любопытный как себя ведет белый медведь это вот видео медвежьего патруля дикий абсолютно белый медведь который увидел фотографа вот посмотрите как ему любопытно он боится вот с одной стороны страшно с другой любопытно просто вот фотоаппарат и фотографа белый медведь абсолютный хищник то есть он траву может чуть-чуть поесть летом ну насколько там в арктике травка прорастет а так это если бурый медведь он на 80 процентов вегетарианец то белый медведь хищник вот видно что его разбирает любопытство то есть ему очень интересно что же это такое что за существо появилось еще щелкает более 60 процентов информации медведь получает через запахи то есть нюх у него основной опыт с мансуром это тоже очень видите тоже нюхает пытается втянуть запах и понять что это с мансуром тоже это наблюдается то есть к нему сейчас приходишь он первым делом тебя всего обнюхивать начинает с ног где был то есть он считает информацию о тебе это съемки в районе мыса шмитта это кадры показывают опять же вот насколько эмоциональны могут быть звери и какое общение то есть вот белый медведь хищник как с собаками может общаться по информации от ученых белый медведь не воспринимает человека человека оленя вообще сухопутных горей как свою добычу и бурый в общем то тоже то есть не бурый не белый медведь он человека не видит как корм для белого медведя кормом является тюлень там нерпа морж поэтому рекомендации что если вы там увидели белого медведя лягте и притворитесь мертвым оно в общем то неграмотные рекомендации причине того что он может спутать тебя с тюленем а вот это кадры в амдерме сняты ориентировочно где-то шестидесятые и семидесятые годы я был в амдерме в прошлом году несколько лет тому назад сейчас конечно там такого количества медведей нет мы как раз летали по белым медведям мониторингом занимались с учеными я пилотом выступал на новой земле медведей и остров белый обрабатывали то есть как видите медведь в общем то боится ему любопытно но он боится человека здесь конечно плохо то что показано что прикармливают зверя это могут быть либо самки вот это вот взрослые медведи либо самки либо где-то двухлетние двух-трехлетние ну вот такой мансур оказался у нас это вот фотография а ему любопытно он в общем то только-только вот такой маленький медвежонок оказался на аэродроме ему все интересно все любопытно посадили его в самолет пробовал я его когда он подрос чуть-чуть на большом самолете на ан-2 покатать ну в общем то запустили двигатель в самолет он лез как будто ему там медом намазано то есть вот мы работаем он тут же крутится с инструментом по стремянкам в самолет залезть что-то помочь что-то утащить чего-то еще ну в общем такой энерджайзер ну думаю ладно тебя попробовать покатать в цесне неудобно она маленькая решил ван-2 посадили его запустил двигатель вот до руления он сидел нормально только начали рулить режим побольше дал он напугался еще маленький это был первый год медвежонку и в кабину полез и пролез в кабину у меня под коленкой и ко мне залез на руки я говорю ты подожди ты куда нам сейчас взлетать залез на руки у меня форточка открыта высунул морду в форточку испугался еще больше обхватил меня вот так лапами за шею как ребенок я уже вырвал на полосу но чувствую у меня штаны все теплее 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 но пришлось дальше его не мучить руководитель полетов говорю все заруливаем обратно причина ну вот по требованию пассажира посмеялись и больше его в общем то на самолете решили что ну что терроризировать зверя если боится хотя наверное можно было бы приучить потому что медведи вот если почитать Ивана Кудрявцева на арене Гоша есть такая хорошая книжка это дрессировщик у которого медведь выполнял более 20 различных номеров добрая хорошая книга он у него летал спокойно в самолете причем летал даже без клетки в пассажирском самолете взрослый медведь примеры дружбы медведей человека при том что при всем что медведь дикий зверь ну вот мансур у нас который сейчас шестой год я подобрал несколько примеров которые по миру в общем то когда человек контакт с медведем Марк Дюма и белая медведица Эйджи Канада Марк взял маленького медвежонка по-моему из зоопарка он его взял и медведь уже вырос это большая медведица можно в интернете найти кадры где они там и купаются вместе в общем живет у него дома но тоже построен вольер построен бассейн вместе купаются плавают ну вот как говорит жена Марка очень ревнует к другим женщинам вот и только доверительно к ней относятся Сулак Ялайнер Лайнин из Финляндии он владелец питомника в котором живут медведи рыси инотовидные собаки олени еще у него есть ну в общем то питомник который выпускает зверей как реабилитационный центр работает но медведи они не выпускают потому что уже по известным причинам что они выйдут к людям будут убиты медведи живут ну и вот Сулу утверждает что медведи очень эмоциональны то есть иронимы он к ним заходит обнимается обязательно надо пообниматься в общем то привязанность сильная Джим и Сьюзан Ковальчик из США центр дикой природы много видео есть хороший сайт у них можно посмотреть у них один с медведей и Джим и Сьюзан общаются с этими медведями тоже много информации в интернете знаменитый центр наверное многие из вас смотрели возможно смотрели фильм белый медведь Юрия Ледина если смотрели посмотрите в интернете наберите прекрасный документальный фильм фильм снятый в СССР вот в семидесятых годах Юрий Ледин из Николаева он в Николаеве это режиссер вот забрал маленького медвежонка медведь родила двух медвежат одного она задавила второго отказалась кормить и в общем то он его забрал и был была идея попытаться его реабилитировать вернуть в Арктику сам Юрий с с Норильска медвежонка перевезли в Норильск вначале он жил в семье у Юрия дочка школьница и вот здесь кадр как этот медвежонок рос и жил вместе с дочкой в обычной квартире ходил гулять по улицам Норильска там на поводке они ходили без поводка вот и в итоге на самолете перелетели они на землю Франца Иосифа ТЗФИ на ИЛ-14 и там мы остались по-моему на пару месяцев был проект там домик был где жил Юрий его жена и дочка ну и вот эту медвежонок Айка пытались они надеялись что встретят медведицу с медвежатами и удастся это и Айка уйдет медведица пришла дикая медведица с двумя медвежатами но Айка восприняла ее как соперницу хотя это маленький еще медвежонок то есть для Айки семьей выступал Юрий Ледин и его семья и Айка совершенно не хотела уходить к другой медведице хотя казалось бы вроде они там похожи внешне все вот стал защищать свой дом ну вот эта история то есть медведица не восприняла людей как какую-то добычу как не пыталась на них охотиться она чувствовала запах мяса у них была там свиная туша ну как бы пропитание которое выгрузили с самолета вот и медведица понимала что здесь ей пищу получить намного проще чем охотиться а ей нужно двух медвежат кормить ну в итоге в итоге эту тушу она у них там сало это она вытащила ночью пока люди спали айка не сумела естественно защитить вот съела а дальше история была очень интересная то есть медведица поняла что еды больше нет но при этом уже она испытывала доверие к людям и она стала оставлять этих двух медвежат маленьких вместе с людьми а сама ходила охотиться значит Юрий конечно был в шоке когда там его дочка начала играть не только с айкой но еще и с этими дикими медвежатами вот ну потом медведица ушла айка с ними не ушла и пришлось ее возвращать обратно привезли ее обратно в Норильск вот но уже медвежонок там превратился медведицу в молодую и в квартире содержать не было возможности передали ее в берлинский зоопарк как в одной из лучших мест ну прожила она недолго к сожалению несчастный случай сорвалась там с какой-то скалы и погибла но вот в семидесятых годах это было в общем то первые такие съемки подводные съемки и в Арктике уникальные съемки посмотрите обязательно посмотрите этот фильм он есть на ютубе медведь войток история сирийского бурого медведя который найден был в Иране или там по одной легенде он найден по другой поменяли у какого-то там выкупили у мальчика этого медведя и он прошел всю великую отечественную войну с польским с польской армией с польскими солдатами в артиллерии причем по легенде которые как бы вот рассказывали он наблюдая как разгружают снаряды сам подошел к грузовику ему дали ящик со снарядами и он эти ящики стал таскать вместе с обычными рядовыми солдатами в принципе в это можно поверить потому что наблюдая за Мансура мы видим что он копирует человека копирует поведение человека война окончилась вот и в общем-то в полк расформировали вот да медведь был поставлен на довольствие то есть его не просто он как собачка был а был на довольствие и прошел даже там через море перебазировка у них была у этого полка и медведь вместе со всеми переплыл и после демобилизации в сорок седьмом году его определили в Шотландию в Эдинбургский зоопарк вот как рассказывают очевидцы к этому медведю приезжали вот люди приезжали сослуживцы перелазили через ограду и вместе с ним сидели курили его в армии научили курить вот и вот такое вот было общение хотя казалось бы это дикий зверь умер в возрасте двадцати двух лет в шестьдесят третьем году медведь войток чарли ван дерга из сша с аляски чарли уже сейчас под восемьдесят лет он более двадцати лет прожил на аляске он учитель сам по профессии ну и на пенсии вот он уехал на аляску домик у него там он общается и в общем то и кормит с рук и общается к нему приходят и черные медведи и бурые медведи дикие абсолютно в две тысячи десятом году там был какой-то суд когда его судили за то что он прикармливает диких медведей не знаю чем это закончилось но вот такой пример есть что на протяжении двадцати лет человек общается с абсолютно не дикими зверьми интересные факты вообще вот по медведям я так подобрал сколько живут медведи в природе живут около двадцати лет в неволе сорок пятьдесят объясняется это тем что в природе ну медведь получивший какие-то повреждения или болезнь сломавшие зубы там он в общем то обречен в неволе же при хорошем медицинском обслуживании в тех же зоопарке медведь может прожить до сорока до пятидесяти лет в каком возрасте медведь становится полувозрелым самки где-то на третий год готовы уже спариваться и приносить потомство самцы ну с трех до пяти лет где-то то есть это уже взрослый медведь в четыре пять лет гон у медведей гон у медведей где-то с конца апреля по конец июля самый активный гон это май медвежьи свадьбы ну вот и в общем то у нас вот у мансура наверное такой яркий-яркий гон то есть мы видели и прошлый год и позапрошлый год что у нее он становится более раздражительным более таким вот сменчивым настроением но вот в этом году наверное самый яркий был у него гон уже ему шестой год он полностью полувозрелый мне пришлось прекратить с ним общение потому что у него резко менялось настроение то есть то он лежит руки то он начинает на тебя охотиться ну и на месяц мы просто прервали общение общались через решетку сейчас у него гон уже так потихонечку заканчивается уже можно нормально общаться когда рождаются медвежата рождаются они в конце января начале февраля вообще у медведей очень интересная очень интересно устроена биология то есть спаривание происходит в мае а дальше так называемая отложенная беременность когда яйцеклетка плавает и не прикрепляется к матке вот до момента до зимы то есть при этом природа устроена так что если медведица не набрала достаточно жирового запаса чтобы лечь спячку то плод может вообще рассосаться и она не родит медвежат вот основным критерием является то что она легла в спячку соответственно плод развивается и появляются медвежата то есть это прям чудо такое значит залегать в берлогу в конце ноября ключевой триггер это мороз и снег у нас мансур в этом году залег в спячку всего на 20 дней как раз перед самыми морозами снегопадом пошел прошлом году зимы как таковой не было он не залегал спячку первые два года он у нас спал зимой где-то вот залегал в конце ноября просыпался первых числах марта у медведя останавливается пищеварение причем он сам начинает снижать свой рацион сам то есть у него вот у мансура еды более чем достаточно всегда в вольере он сам перестает есть меньше 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 и все потом и вода его перестает интересовать воду может пить может во время спячки пить в общем то спячка у медведя она не то что он ушел там как лягушка вырубился и все и там потом рубильник включили нет у него он как бы замедление жизненных процессов идет и он становится вялым он становится таким вот вальяжным и во время спячки он как дремота я бы сказал очень напоминает дремоту так называемую когда он он каждый день переворачивается он может вставать он может походить он может попить воды то есть выйти снега поесть обратно вернуться в берлогу это нормально но та же медведица допустим она во время спячки вот у нее рождаются медвежата это одно из объяснений оно не доказано но вот как такое объяснение почему медведь вот этот сосательный рефлекс большой потому что медведица находится в таком в полудреме и медвежонку очень важно новорожденному найти сиську и к ней присосаться соответственно он соски у медведица расположены в общем то в самых теплых местах ближе к подмышкам вот и медвежонок должен вот пока мать в такой в полудреме найти сосок к нему присосаться и в общем то как как то еще и согреться там как медведи выбирают берлогу очень интересное место очень интересная вообще эта тема мы много думали гадали построили мансуру одну берлогу вторую берлогу и потом валитин сергеевич пажетнов вот у него были этой зимой приезжали он рассказал что они проводили оказывается исследования вот и выяснили что медведь выбирает самое светлое место в лесу для чего чтобы не под кронами деревьев а как на полянке или еще где то чтобы там нападало максимум снега соответственно в этом месте можно делать берлогу либо где то под каким то повальным деревом то есть это засыпет будет тепло будет хорошо будет в общем то уютное место по входу в берлогу входы в берлогу располагается на запад из-за чего медведь заходит в берлогу на закате ему важно чтобы вход в берлогу и как бы часть берлоги освещалась чтобы если кто-то занял его берлогу он это мог увидеть ну про сосательный рефлекс да я уже рассказал и в общем то сосательный рефлекс он сохраняется на протяжении где-то трех лет там до четырех лет жизни вот причем пытались мы мансура отучить как нам дрессировщики говорили что не надо давать руки сосать это плохо вот чем только я не пытался руки мазать бесполезно сосал их а потом все это само прошло и в общем то это сосательный рефлекс это какой-то вот как косвенный показатель наслаждение счастья для медведя медведей интересный тоже вот пажетнов рассказал нам что кто кого ищет во время гона медведей оказывается не самец ищет самку а самка ищет самца то есть самец он метит территорию трется о деревья вот а самка по идет читает вот эти следы эту книгу и ищет самца тем самым тем самым как его работает механизм разделения семьи то есть разделение семьи если у самки там медвежонок уже подрос она находит самца медвежонок боится этого самца вот и здесь есть возможность этого медвежонка оттолкнуть от себя чтобы он там не ходил до пенсии вместе с матерью про сон я уже до рассказывал ну вот по медвежатам и по медведице вообще если медведицу подняли с берлоги когда она еще не вышла сама с медвежатами она бросает медвежат и уходит то есть она не возвращается поэтому тут можно смело лезть в берлогу если вдруг вот так спунули медведицу и доставать этих медвежат иначе они просто замерзнут то есть это лесорубы это охотники почему ужасно в общем то вот охота на берлоге это варварство так как охотник не знает кто там медведица или самка или самец соответственно с большой долей вероятности поднимается медведица которая застреливают а дальше медвежата то есть это убитых сразу там судьба у двух-трех медведей вот ну а также очень много подранков то есть по те той информации что ученые рассказывали там порядка тридцати процентов охоты заканчиваются удачно остальное это уходят подранки которые дальше начинают мстить людям как я говорил у медведей очень хорошая память и они мстительны я знаю я знаю ребята вертолетчики рассказывали просто вот пример такой магаданской области летели на восьмерке видят лодка и два человека машут майкой спустились подраны медведем забрали их на борт пока везли до города до больницы один умирает ну второй вот рассказал что произошло оказывается они браконьерили сплавлялись на лодке увидели медведя стоящего который стоял ловил рыбу решили в него просто так стрельнуть стрельнули медведь убежал они его не убили а река делает петлю и ниже по течению медведь их встретил встретил отомстил вот кто виноват медведь или человек также пажетнов участвовал во вскрытии ну вот он рассказал про двух медведей медведица и медведь которые подрали человека оба медведя были у одного во всех четырех лапах была картечь у другого во лбу была картечь то есть это опять же зверь в которого стреляли которому причинили боль знаю пример геологи рассказывали когда медведица пришла это было в Якутии медведица пришла на заимку к одному охотнику выломала дверь и создала с него в общем то скальп сняла но не убила оказалось у этой медведицы убили медвежат охотники и она вот как бы пришла вот так отомстила и ушла ну ну давайте дальше значит основной орган восприятия больше 60 процентов информации медведь воспринимает через запахи как я и говорил дальше конфликты вообще вот медведя и человека откуда они возникают почему ну вот бытует мнение что медведь нападает на людей на самом деле все это имеет причины просто так медведь не будет нападать он скорее он может проявлять какое-то любопытство но он очень аккуратный зверь откуда вообще конфликты возникают это сокращение в первую очередь сокращение среды их обитания вырубка леса уменьшение ледяного покрова зверю просто некуда деваться когда ну его лишают его жилья об этом пишет даже Антон Павлович Чехов если почитать остров Сахалин на Сахалине вот люди как появились пока не начали рубить лес конфликтов с медведями не было а медведей много на Сахалине как только стали рубить лес даже не охота а именно вот вырубка леса повлияла пошли конфликты с людьми пошли фиксироваться в случае нападения это в начале прошлого века еще он установил охота охота это подранки это медведь много подранков в общем то в процессе охоты на медведя появляется зверь сильный зверь опасный медведь как промысловый зверь не интересен охотником потому что стоимость охоты порядка там 100 тысяч рублей на медведя организации всей этой охоты выделка шкуры это еще порядка 100 тысяч рублей ну и мясо медвежье оно в большинстве своем оно непригодны для пищи поэтому охота на медведя это в основном трофейная охота которая уничтожает лучших представителей вида и для собственного эго потешить собственное эго служит у охотников подсчет медведей нормально не ведется у нас в стране то есть все те данные которые публикуются они в общем то ну высосаны из пальца потому что полноценного подсчета провести практически невозможно по белому медведю тоже данные очень спорные мы летали ну вот я участвовал в прошлом году в экспедиции в этом году там без меня была попытки учета белого медведя насчитали на белой земле ой на новой земле сейчас скажу там по моему порядка десяти или двенадцати особей на юге новой земли причем зверь очень боялся самолета он бежал от самолета явно на него там охотится и двадцать два что ли особи насчитали на острове белом то что заявляется несколько десятков тысяч зверей в арктике есть большие сомнения в этих данных следующая причина конфликта это прикармливание и приручение медведь получая более простую пищу из рук человека он начинает дальше ее требовать как сильный зверь он не понимает почему ему там вот один принес дал там батон хлеба а другой дает один бутерброд а ему хочется уже два батона и соответственно он начинает требовать человек пугается и вот тут срабатывает механизм агрессии зверя дальше этого зверя убивают то есть в общем то виноват не зверь виноват человек который его приручил защита своих детенышей когда уже мать медведица вышла с детенышами из берлоги она их будет защищать и оберегать и тут уже любая попытка даже просто человек оказавшийся между медведицами медвежатами для в ее глазах он представляет опасность медведь в принципе расценивает человека как крупного хищника соответственно ну вот мать своих детей будет защищать ну и защита добычи то есть есть примеры тоже когда медведь нападал на человека защищая падаль то есть вот там туша лося какого-нибудь кабана медведь съесть ее целиком сразу не может он лежит охраняет идет человек и медведь воспринимает как конкурента хотя те же там белые медведи да и бурые они в общем то позволяют они могут на одной туши кормиться ну вот на такой падали несколько особей и вполне мирно это кормление то есть не то что мирное существование да медведи исторически живут в нашем регионе мы с ними соседствуем и в общем то обязанность человека это наш долг обеспечить с ними мирное существование изначально медведь он не ищет встречи с человеком то есть эти встречи либо случайны либо в общем то спровоцированы человеком поэтому важно очень эти встречи либо не допускать либо вести себя правильно при этой встрече медведь рассматривает человека как крупного хищника крупного хищника от которого можно получить травму которая либо будет летально сразу либо приведет к летальному исходу поэтому он в общем то старается избежать этих встреч нужно учитывать что в лесу человек это гость и соответственно вести себя как гость не оставлять какие-то еду прикормку какую-то мусор не оставлять вот ну а в случае встречи вот это я прям взял тезис на из нелетальной технологии безопасности который разработал никита гордящий овсянников основные пункты это избегать встречи взаимодействие со зверем если встреча произошла не вызывать эскалацию то есть постараться уйти с тропы с медвежьей отступить не убегать не показывать что ты слабее но уйти просто в сторону и если конфликт все же случается то блокировать агрессию вот блокировать агрессию то есть не провоцировать зверя не дразнить не провоцировать это это возможно ну вот к сожалению всю технологию я вам рассказать не могу это лучше всего может быть никиту гордеевича как-нибудь удастся пригласить на лекцию по рекомендуемым материалам это обязательно посмотрите в интернете фильмы белый медведь Юрия Ледина это медведь шикарнейший фильм французский фильм Жан Жак оно 88 года я смотрел медведя здорово посмотри белый медведь обязательно тебе понравится вот это медведи Камчатки вот Ирина Журавлева режиссер шикарнейший тоже фильм документальный вот ну и вот по книгам я как бы две основных таких вот с чего можно начать почитать это на арене Гоша кудрявцев вот и мои друзья медведи пажного ну вот основное медведь это уникальный зверь лесной человек и наша задача в общем-то защитить и сохранить от истребления популяцию я готов ответить на ваши вопросы сейчас я запущу маленький тут ролик ну это вот первый год жизни купания как медвежонок в общем-то его и самый вы ой я я реагирует когда от него плываешь Прекрасно медведь плавает, медведь-зверь очень чистоплотный, воду любит, вода ему жизненно необходимо вот все обнял и давай поцелокин и чего мы купаться будем или обниматься Это вот только-только переехали на аэродром Орешково, еще вольера нет, но зверь уже трехлетний А это вот сейчас, в общем-то кадры такой бассейн у него построен, вольер в аэродроме, очень любит воду зверь причем от весны, от ранней и до поздней осени готов в воде плескаться я думаю даже если бы зимой не замерзал, он бы так же лазил бы плескался Зверь часоплотный, то есть от него не пахнет, ни псиной не пахнет, у него нет клещей, блох то есть это вот нормальное питание, сильный иммунитет все никак не может решить задачку, почему у него шар не проходит в круг вроде дырочка есть что? Субтитры создавал DimaTorzok Постоянно что-то пытается изобрести, что-то сделать, какую-то схему создать, круг куда-нибудь затащить, повесить или положить или еще что-то но в то же время варвар, то есть стол ему ставишь, он его обязательно опрокинет первым делом старается сломать вещь, если сломал, все, получил удовольствие вот это Субтитры подогнал «Симон» 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 А зачем вы купили Мансуру шокер? Это как пассивное, такое активное средство, активное, наверное, да, средство безопасности. Но это очень больно. Больно, но его никто не применял. И я надеюсь, никогда не применим. Скажите, а когда-нибудь он вас кусал или причинял какую-нибудь боль вам? И испытывали вы когда-нибудь страх рядом с ним, боязнь? Значит, кусал он меня, вот я рассказывал, когда он маленький, когда я за шкирку попытался обратно в вольер завести, когда он у меня выскочил. Ну, это было на втором, наверное, году жизни его, да. Когда он у меня выскочил, пошел гулять, испугался лошади. Я его за шкирку, он меня кусанул. Ну, так, больно кусанул. Нет, не до крови, ну, синяк был. До крови он царапался. Когда вот маленький, у него когти острые. Я приходил, у меня руки такие раз, как это после кота. На работе сидишь, там, первые два-три дня думаешь, куда бы спрятать руки, чтобы людей не пугать. К концу недели все зарастает. Ну, сейчас вот я с ним общаюсь, ну, вот синяки какие-то есть, не более. Но, опять же, он не специально это делает. Понятно, что вот там с ним купаешься, он как собака к тебе плывет, лапами гребет, может тебя нечаянно там зацепить. Ну, это не сильно. По поводу страха, ну, если я его испугаюсь, он начнет доминировать. Ну, я бы не сказал, что это страх, скорее, это чувство опасности. Вот когда у него гон начался, я понимаю, что вот в этот момент к нему не надо заходить. Когда у него меняется настроение резко, когда, ну, его просто не проконтролировать. Я его не остановлю, потому что у него масса больше. То есть вот он на меня будет лететь там или усануть. Я не смогу его там мордой удержать, как там у двухлетнего медвежонка или годовалого. Поэтому, ну, вот просто, ну, я вижу, что его колбасит. Я к нему не захожу. То есть понятно, что если я зайду к нему, естественно, мне будет страшно, как и любому человеку. Ну, зачем это надо? Еще больше его провоцировать. А так я общаюсь, ну, я смотрю, нормальное настроение. Ну, все, начинаем общаться. Скажите, а он через звук как-то самовыражается? Для него важно показывать эмоции? Как-то, не знаю, петь, рычать во время игр, может быть, или еще как-то? Насколько шумный зверь? Через звук практически нет. Нет, то есть вот кроме там, когда соскучился, сосет или урчит, как такой, дизель, работать такого, чтобы там какие-то еще звуки яркие не издает он. Ну, щелкает, да, он может щелкать, если ему что-то не нравится, идет раздражение, он может как бы цокать. Идет такое цоканье, когда там человек пришел, который ему не нравится, или дети пришли кричащие. Поэтому мы, в общем-то, сейчас полностью отказались от посещений. То есть у нас нет экскурсии, у нас не стоит задачи демонстрировать зверя, как в зоопарке. То есть мы его показываем через YouTube. И экскурсии мы, в общем-то, все свели, это какие-то субботники, если проводим. Ну, чтобы там раз в году, два раза в году, когда люди могут прийти. Но каждый день, во-первых, для зверей это очень утомительно. Я не представляю, что чувствуют звери в зоопарке, когда там идет поток людей. Потому что по-нашему, то, что мы наблюдали, буквально после второй, третьей группы, там, из трех-пяти человек, зверь начинает уже прятаться в лесу, ему уже неинтересно, его уже раздражение, у него видно, что настроение меняется. Особенно, если там приходит, я говорю, с собачками, с детьми, то есть вот такой шумный публика. Поэтому мы отказались от этого. Пусть лучше он живет в более спокойной атмосфере. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что медведь — это страшный, любопытный зверь. Ну, предположим, в походных условиях, если туристическая группа отправляет в дикую природу, там, водные походы, и звуки человека в походе, ну, собственно, в лагере, да, там, или дым костра, например, это отпугивает медведя, они уходят дальше, или они, наоборот, из-за любопытства приближаются. То есть, соответственно, также неоднократно бывали случаи, что медведь приходил в лагерь, в поход, в палочный лагерь. И он, как бы, как понять, какие его мотивы, да, это он, опять же, пришел из любопытства, или это подранок, который пришел мстить? Как понять, соответственно, как себя вести? Ну, скажем так, звук людей, костер, дым, естественно, любого зверя отпугивают. Никакой там вменяемый нормальный зверь не пойдет там на огонь или на человека. Вот, либо это действительно подранок, но подранок тут, это вот как человек, которого, я не знаю, там, семью этого человека убили, он будет, у него может крыша поехать. Помните, как это был случай, когда диспетчера убил, человек приехал с России и убил диспетчера, который два самолета свел. Вот то же самое и со зверем, который все его там, вот, он мстить идет. Тут уже неконтролируемый этот зверь. Вот, а в лагере его может только еда, еда, какие-то запах еды или же то, что выбрасывается. То есть, он может вот это его подманивать. Если он там голодный какой-то, то запахи, запахи. Возможно, его прикармливали или какие-то оставляли предыдущие, там, туристы оставляли еду какую-то. Вот, и это зверя вот может как-то подманивать вот только это. Спасибо большое. А подскажите, есть ли какие-то базовые практические рекомендации туристам, как себя вести, если в палачный лагерь зашел медведь? Может быть, вы из вашего опыта общения расскажете? Ну, вот из того опыта, что, опять же, говорят ученые, то есть Никита Гордеевич Овсянников, то, что практикуется на Аляске, в Канаде, это иметь с собой перцовый баллончик. Это, то есть, перцовый баллончик, который можно, опять же, отпугнуть с большой струей. То есть, есть специальные, за границей есть такие баллончики, у которых струя на большую дистанцию бьет. Ну, вот как от собак. То есть, для медведей вот этот резкий запах перца, это, конечно, будет отпугивающим. А так, иметь посох с собой тоже вот рекомендовал Никита Гордеевич. Он с белыми медведями один на один, по-моему, порядка 20 сезонов на острове Врангеля провел. И вот он разработал эту методику. То есть, у него были встречи с медведями, но не было ни одной летальной встречи. А скажите, пожалуйста, вот еще хотел уточнить касательно его возраста и какие вот планы. Он уже у вас взрослый, я так поняла, да? То есть, будете ли вы искать его медведицу или как? Планы, значит, да, он взрослый. Планы такие, что он у нас будет жить всю свою жизнь. Валера мы построили. И, ну, обеспечив ему максимально комфортное содержание. Как я говорил, центров реабилитации нет. Поэтому никуда его, ну, лучших условий, чем у нас сейчас, я не знаю, где бы в России были. По медведице не планируем моему медведицу предоставлять. Опять же, как я говорил, у медведей самка ищет самца. То есть, вполне вероятно, ситуация, когда у самца контакта с медведицей не происходит. То есть, ну, не нашла его самка. Или оказался он более слабым, чем сосед. Вот, самка выбрала соседа. Поэтому необходимости в самке, вот такой жесткой необходимости нет. Мы думали его там вначале кастрировать, но поговорив с врачами, с дрессировщиками, они сказали, не надо, только по медицинским показаниям кастрация медведя. Ну, и еще основное то, что дальше делать с медвежатами? Это опять будут сироты. Сироты, которые пойдут по зоопаркам, по циркам. Ну, в общем-то, их и так очень много в руках человека оказывается. Поэтому продолжение вот вопроса медведицы. То есть, встреча с медведицей Машкой, которой, по-моему, вы к ней были, не предполагается, да? Нет, не предполагается. То есть, Машка живет в Фениксе. По мере возможности сил мы там чем-то помогаем, общаемся, поддерживаем друг друга. Они приезжают к нам, помогают. Тут недавно привезли рыбы моря для Мансура. Но не планируем мы какого-то контакта. Потому что, во-первых, он может быть непрогнозируемым. То есть, может быть, и агрессия у них между собой пойдет. Мы этого не знаем. А самое главное, что дальше с медвежатами? Куда их? То есть, сейчас и так, я говорю, не знаешь, куда медведей пристраивать. Там первый год медвежонка берут как игрушку зачастую. От охотников, еще от кого-то. Если вот не отдали в центр реабилитации. К концу первого года медвежонка готова тебе уже отдать. Потому что он начинает там собак задирать, курей задирать, там ломать все. То есть, ну вот, у человека, даже у богатых людей на участке, куда его? Строить под него вольер. А на втором году тебе готовы приплатить, лишь бы ты собрал медвежонка. И дальше, либо на притравку этот медведь идет, либо его отстреливают. И шкурку из него потом чучело делают. Ну, то есть, картина очень плохая. Еще один вопрос. Вот вы сказали, встречу с медведем свели к минимуму. Экскурсий никаких не планируете. Там раз в год или два раза в год встреча проводится. Что из себя представляют встречи? Это как первый вопрос. И второй вопрос. Возможно ли вот на сегодняшний день, там на выходные дни, как-то приехать на аэродром, просто, может быть, там за оградой посмотреть на медведя, там как-то принести фрукты или что-то еще? Значит, по субботникам, что проводим, это, опять же, работа. Ну, люди приезжают, возможность посмотреть медведя через ограду, посмотреть, постоять рядом, там привезти ему еду. Ну, то есть, вот какой-то такой контакт уже не визуальный контакт, скажем так. При этом поработать, ну, в меру силы возможностей над вольером, то есть, это там субботник по вольеру идет, вокруг вольера, привести в порядок. То есть, наведение порядка, благоустройство этой медвежьей территории. Вот такое проводим. Ну, и там кто-то на аэродроме может помочь аэродрому, потому что мы фактически в структуре аэродрома находимся, и, соответственно, работы как у медведя, так и по аэродрому. В выходной день, ну, в общем-то, понимаете, у нас как бы два забора идет. То есть, сама территория закрытая, аэродром, это первое. А второе, к сожалению, один забор, то есть, не медведя, не людей надо от медведя защищать, как оказалось, а медведя от людей. То есть, одного забора не хватило. Нам пришлось строить второй забор на расстоянии, там, 30-50 метров от первого, потому что, ну, поведение было совсем неадекватно. То есть, люди начинали кидать еду, начинали совать пальцы через забор, там, детей вот так впрямую ставили к забору, мы говорим, не ставьте детей. Ну, медведю интересно, он пытается к себе затянуть, затащить, он может зацепить даже через забор с электропастухом что-то новое, или мы не знаем его, как он на нового человека среагирует. Может, ему понравится, он будет его лизать, а может быть, он его зацепит когтем и попытается там что-то сделать. А если это ребенка, которого ставят так вплотную, родители ставят к решетке, кто будет виноват потом? Ну, ладно, ребенка, а не потом нового сделают. Ну, медведя-то мы, мы же потом, как его, с прокуратурой совсем будем общаться, его надо будет прятать куда-то. Ну, то есть, к сожалению, пришлось огораживать территорию вторым забором, и вот, я говорю, экскурсии такие пока не будем проводить. А скажите, пожалуйста, по характеру медведя, он такой открытый, все эмоции его считываются, или он пытается их как-то маскировать? Просто вот когда вы приезжаете к нему, он сначала вроде так и заинтересован, стоит на задних лапах, там смотрит, кто приехал, ему так интересно, так нужно. А когда вы заходите, он там иногда поздоровается, там немножко пообщается, а потом уходит какой-нибудь камешек нюхать. Вот это он действительно заинтересован камешком, или он просто, не знаю, как-то пытается замаскировать вот эту свою приязанность? Например, еще вот на эту тему недавно была у Ляны Варавской, которая на Камчатке в заповеднике работает, публикация о том, что вот встретился неожиданно медведь, да, где-то в лесу, он отскочил в сторону, но это замаскировало, сделал вид, что он отскочил, чтобы попить водички, а не просто потому, что он испугался. Вот у Мансура такого. Ну, я бы не сказал, что он что-то пытается скрыть, то есть эмоции его видны. И тут, скорее, да, он соскучился, но, как и у любого человека, вот у сегодня есть настроение, хочется с тобой там обниматься, общаться, а вот завтра ты пришел, а вот, ну, нет настроения, ну, вот хандра какая-нибудь или еще что-то. И вот тут важно не навязывать ему свое общение, то есть важно уметь его уважать, понимать, что не хочешь общаться, хорошо, я пойду своими делами занимаюсь, ты своими, будет у тебя настроение, мы пообщаемся, не будет настроения, ну, значит, вот, мы не будем общаться. Потому что вот это навязывание, оно, это шанс вызвать какую-то агрессию, ну, как и у человека, вот, будешь ему ты навязывать свое общество, когда ему не хочется, он тебе взбракнет. У медведей это просто более ярко может быть выражено. У меня вопрос, связанный с общим поведением, наверное, медведей и со встречами медведей, потому что горнолыжники все чаще встречаются с медведями, там, в Восточной Европе на горнолыжных курортах, там, в той же Красной Поляне медведи все чаще выходят прямо на горнолыжную трассу, видео мы постоянно видим. Вот, например, я, зимой это и был ролик, где группа лыжников спускается по склону, и ниже на них выходит медведь. И группа сначала стоит и пытается его отогнать громкими звуками, топают, палками на него машут. И медведь начинает их обходить по кругу, ну, снизу по склону вверх, немножко по краю трассы. И в этот момент, как бы, собственно, весь ролик, совершенно непонятно, что им делать, потому что один человек начинает, он подумал, что медведь уже ушел, начал уходить и решил поехать вниз. И тогда медведь побежал за ним. И вот получается ситуация, что группа людей наверху, ну, вообще, горнолыжный курорт, их там все больше и больше людей, а человек уводит медведя вниз, по сути, к нижней части, к нижней станции подъемника. И в какой-то момент медведь отстает и садится на краю. И дальше группе людей наверху вообще непонятно, что делать, что происходит. Каким мог быть более правильный алгоритм действий, чтобы они не оказались на горе в ловушке? Наверное, в этот момент им надо было в спасслужбу звонить, говорить, чуваки, у нас тут медведь. Но что делать, если, например, связи нет? Ну, тут, я думаю, все индивидуально. Надо, опять же, смотреть поведение этого медведя. Почему он, во-первых, зимой не спит? На том же Кавказе медведи залегают, а берлог как таковых нет, они в пещерах залегают. Причем в пещерах может залечь не один медведь, а целая семья на разных, ну, как бы на разной глубине пещер залечь. Почему этот медведь зимой не спящий оказался? Что он? Не получил достаточно еды. И это шатун медведь. Или же его подняли с берлоги с этой, непонятно. Поэтому изначально медведь не рассматривает человека как добычу. Да, у него может просыпаться, если человек от него бежит, убегает, едет, азарт просыпаться, что надо догнать. Что раз убегаешь, значит, ты более слабый. Надо тебя догнать. Поэтому здесь вот не провоцировать его на развитие этого конфликта, контакта с ним. Постараться отойти в сторону, постараться переждать, посмотреть за его поведением. Что он? Пытается сократить с тобой дистанцию? Или же он там идет своей дорогой, ты оказался у него на пути, ну, отойди в сторону. Он тоже, скорее всего, отойдет. Есть масса примеров, когда ягодники, грибники-ягодники, сталкивались с медведем. Там собирают уже малину, там чуть ли не нос к носу, в малиннике сталкиваются с медведем. Обычно это все заканчивается тем, что медведь в одну сторону убегает, человек в другую сторону убегает. То есть вот, ну, медведь тоже сидел там, собирал эти ягоды. Вот с белым медведем я вам показывал, вот как у него любопытство. Любопытство. Масса кадров в интернете, когда медведи на Камчатке ловят рыбу, и туристы рядом, вот буквально там в 20-30 метрах, и медведь на них не проявляет никакого там интереса, или он занимает своим делом. Ну вот, это вот как бы типовое поведение медведя. А что вот, то, что на Кавказе было. Вот недавно были кадры на Казбеке, по-моему, там медведица. Медведь написали, что альбинос, на самом деле, или не на Казбеке, это было, в Турции это где-то было, там, по-моему, сирийский медведь на альпинистов выскочил. Написали, что нападение там, все такое там. На самом деле, если кадры посмотреть, видно, что медведь вышел и увидел этих альпинистов, сам испугался и постарался ориентироваться побыстрее. У меня вопрос про ваши такие теплые взаимоотношения. У вас такие очень доверительные, дружеские отношения с Мансуром. Есть ли какие-то еще такие отношения между Мансуром и другими людьми? Он, то есть, со всеми может выстроить такую связь и дружбу, либо только он выбрал вас, и вот с вами только дружит так близко? Пока он был маленький, он, в общем, такие отношения у него были со всеми ребятами. со всей командой, которая там на самолетах работает, он общался. Дальше отношения с ним формировали, ну, как бы выстраивались уже то, как человек, кто-то его начинал бояться. Вот он рос, 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 там уже медвежонок вот такой, такой, такой. Он же еще такой вот, я говорю, дикий лесной человек, по-другому не сказать, то есть, ему надо там повозиться, побороться, тебя там как-то зацепить, не отпускать. Кто-то его начинал бояться уже. Соответственно, у медведя, когда человек его боится, у него начинает проявляться не агрессия, а такой, лидерские качества, да, ну, то есть, он в такой в ажиотаж входит, как вот разыгрывается. Поэтому, соответственно, там этот человек переставал с ним общаться, ну, чтобы его не провоцировать, чтобы и самому ему не было страшно, вот, и медведя не провоцировать. Потом проблема стала такая, что у него вес, большой вес, и с ним вот подходишь общаться, он тебя раз за ногу пытается повалить. Пока маленький был, это все было забавно. Потом из-под него сначала девчонки перестали вылезать, вот, а он же еще тот провокатор, ему вот девушку видит, ему надо либо за коленку ее чуть прикусить, потому что она пищать начинает, либо за волосы, длинные волосы нравились, то есть за волосы давай, там, и лапами, и облизывать их, вот, либо там присосаться к шее. Потом девушка не знает, что молодому человеку или мужу говорить, когда у него такой тут засос, вот, медвежонка подержала на руках, вот, ну, вот, девчонки сначала стали сокращать общение, потому что, а потом и я даже с ним, вот это побороться, я понял, что я из-под него, когда он стал 200 килограмм весить, я из-под него вылезти не могу, то есть он тебя валит, он на тебе стоит, ну, что ты не играешь, давай играть, вот, а ты не можешь, ты как червяк вот такой придавленный себя чувствуешь. в начале удавалось, его там пощекотал под мышками, он с тебя сошел там, или переступил, а потом он и щекотки перестал бояться. Ну вот, поэтому и сократили это общение, так как невозможно контролировать. Может быть, если бы его дрессировать, как в цирке, то да, он был бы управляемый. То есть я вот общался с одним медведем, дрессировщиком медведь Яша такой, у Александровых. Я удивился, насколько он вообще, вот ему один раз показываешь что-то, и он повторяет тебе тут же это, там, пройти где-то надо, так пройти надо, по бревну пройти надо, надо залезть куда-то. То есть зверь, который очень обучаемый. Наверное, с таким зверем можно было бы там и другим людям продолжить. Ну, опять же, под контролем дрессировщиков. Ну, с Мансуром, так как он не дрессированный, ну, решили просто. То есть я вот сохраняю с ним общение, но опять же, я очень-очень внимательно смотрю на его поведение, на его настроение. А остальных, в общем-то, отлучили от медведя. Хотя он бы, наверное, с удовольствием бы играл со всеми. Вот у молодого человека вопрос. А когда Мансура снимают, то он в некоторых случаях просто не замечает камеру, или он нормально к ней относится? Он прекрасно видит и понимает, что его снимают. Ему в большинстве случаев это нравится. Он даже старается, мне кажется, себя показать как-то с лучшей стороны. Но иногда ему камера начинает надоедать, и он ее пытается лапой убрать. Поэтому вот так с камерой. Андрей, подскажите, пожалуйста, что больше всего любит из еды Мансур? Из еды он любит больше всего, наверное, помидорки. Это прям помидорки на душа. Вот. И орехи. Орехи и помидоры. Вот две таких беспроигрышных вещи. Ну а так у него рацион достаточно большой. То есть ему и фрукты, и овощи, арбузы сейчас вот уже во всю идут. Поэтому рыба идет, мед. И касательно вот улыбок Мансура. Он улыбается, когда что происходит? Он улыбается, когда в хорошем настроении, когда что-то там вот ему удовольствие он получает. Он как и человек начинает улыбаться. Это видно у него по морде. Мимика при всем том, что говорят, не развито. На самом деле развито у медведей мимика, и это видно. И еще. А вот медведи плачут или нет? Вы знаете, вот именно плача такого я не наблюдал, но наблюдал, когда он был маленький, вообще вот контакт такой плотный с ним пошел с момента он залез в самолет, был 14-й, а там ребят с электропроводкой занимались. И он там начал им там все это разносить. Они его достаточно жестко выставили из самолета. И я стою около самолета, смотрю, он слезает по стремянке и ревет. Рев такой вот. До этого мы этот рев интерпретировали, что он хочет есть. То есть у него было там, вот его там каждые 4 часа надо было кормить. и он ревел, ну, это был не плач детский, а именно такой вот рев, как раздражение, он мог тебя в ногу вцепиться, там, то есть ему вот, когда он ревел, обычно миску раз, он поел, и дальше опять в игрушку превращался, этот маленький медвежонок. А тут вроде недавно кормили, слезает и ревет, думаю, и как к нему? Мишку опять ему что ли нести? Проголодался? Вроде непонятно. Думаю, да, его пожалею. Может быть это. И вот я его начал жалеть, он прижался к ноге, то есть вот это оказался детский плач его, такой рев. И потом уже вот отсюда как бы такой, наверное, контакт уже более близкий пошел. Пожалеешь его, он прижимается, всем телом к тебе. Погладишь его, успокоишь. Как человеческий ребенок. Но он практически все понимает, правильно? То, что вы ему говорите? Он прекрасно понимает, да, он прекрасно понимает. Ну вот, почему я говорю, что медведи, на удивление, ну, зверь удивительный по своим характеристикам, по своим там психологической сущности. То есть мы их недооцениваем, мы слишком плохо знаем зверей, и очень поверхностно о них судим. И это, наверное, беда нашего общества. То, что мы ставим, во-первых, себя выше зверей, а во-вторых, недооцениваем их внутренний эмоциональный мир, психологический мир, умственные способности. Спасибо. Заметили, накануне вашего приезда Мансур меняет свое поведение, ведет себя по-особенному, плохо спит, или возле забора находится возле входа. Он ждет вас, он чувствует ваш приезд, и как вы это объясните? Настолько острое обоняние у него, или у него уже режим такой сформировался? Да, мы это тоже замечали, как объяснить, не знаю. То есть это не обоняние, потому что он начинает чувствовать, когда еще там в дороге находишься, я не знаю, ну, не засекали за сколько километров от аэродрома, но это правда, что он начинает чувствовать, когда ты приедешь. Каким образом это происходит? Откуда он берет информацию? Я не знаю. Вот у меня енот, это тоже очень маленький медведь. В общем, она, когда у нее что-то болит, если что-то не так, она жалуется, она показывает больное место, она ляжет, откроет пузико, где она что-нибудь натерла. Мансур жалуется на какой-то дискомфорт, он показывает, ну, демонстрирует свои потребности? Ну, у медведей, во-первых, очень сильный иммунитет, то есть у нас за все время он болел, наверное, ну, один раз, когда его накормили шоколадом в детстве, то есть там, я не знаю, кто ему подсунул шоколадом, возили его в клинику даже в Москву, а второй раз, когда у него зуб болел, причем, я вначале думал, что его кто-то кусанул, у него там вспухла щека, вот, а потом уже понял, что с зубами проблема, просто впасть полез, смотрю, там зуб черный, но при этом очень высокий болевой порог у медведей, то есть у него болел вот этот зуб, был нагноение, и он это терпел, 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 вот, сделали операцию, вырвали ему два зуба, вот, которые были повреждены, то есть думали, вначале там, может быть, получится пломбу поставить, еще что-то, стоматологи посмотрели, говорят, нет, без вариантов, надо выдирать, и он после операции, там, буквально через два часа пришел в себя после наркоза, еще рот кровит, он уже нежность и ласку проявлял, хотя ветеринары боялись, говорят, ты не подходи к нему, я говорю, ну как я к нему не подойду, ну, ребенок, маленький еще, и вот он такой атак показывает, ну, вот, у него больше аллергия какая-то небольшая была, натертость подмышками, ну, вроде поменяли немножко рацион, подкорректировали, это прошло, и больше проблем не было, поэтому, не знаю, если какая-нибудь, может быть, серьезное повреждение, то будет показывать, будет, будем ремонтировать его, но надеюсь, что такого не потребуется. Немножко вопрос тоже по питанию, вы не замеряли, какое количество еды Мансур потребляет в месяц, например, сколько еды ему нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Все зависит по питанию, все зависит от сезона, то есть, основной жор у него, это идет вторая половина лета, то есть, это июль, август, сентябрь, когда он наедается к зимней спячке, потом у него аппетит начинает спадать, и к ноябрю там он ест совсем немного, зимой вообще не ест, либо там чуть-чуть поклюет, весной начинает потихонечку просыпаться аппетит, в начале весны аппетит небольшой, но это во время гона он небольшой, ну и потом вот опять уже мы приходим к июлю. По еде, ну вот, наверное, когда гон, у кого и когда нажирает, то он, ну может там 5-6 арбузов спокойно съесть, там большой таз каши, гречки, там, ну и яблоки, там, фрукты можно там ящиками подносить, поэтому, ну мы ему еды даем больше, чем он может съесть, как бы она у него лежит в вольере, в принципе, медведь на еду не жадный, то есть вот он съедает столько, сколько ему нужно, остальное у него лежит, ты можешь у него из пасти достать эту еду, да, есть какие-то там моменты, на которые он там, как в детстве мороженое, он до трясучки, и там он мог среагировать, если там он съедал мороженое, сглатывал, и дальше начинал у тебя по карманам шарить, нет ли у тебя еще мороженого, и тут его видно было, что он себя не контролирует уже, но мы перестали ему мороженое давать, потому что, ну вот, его прям трясло от него, от этого, вот, а так, остальной еде спокойной, ну вот помидорки может есть, там, ящиками подноси, тоже будет трескать, ну да, вот, вот, Настя подсказывает, что плохую еду он не ест, то есть был пример, когда ему молоко, вот мы там фермерское молоко покупаем, он пьет, я купила домик в деревне, не было фермерского, купил, налили ему, он его понюхал и отказался, хотя молоко обожал, с арбузами та же самая история, вот приносишь какой-нибудь там нитратный арбуз, он его может расколоть и бросить, то есть чувствует, мясо, значит, давали, пытались давать сырое мясо, сырое не ест, рыбу сырую не ест, отказывается, то есть вот ему даешь, она лежит, вот, не ест, в котлетах, в борще, в детстве с удовольствием ел, вот, но в принципе медведи, вот бурые медведи, они, сами по себе, они, вегетарианцы, ну, и мясо, они если едят, то ферментированное, то есть тухлятина, даже я знаю примеры, когда охотники там оставляют, типа хозяину леса, кусочки там добычи, и медведь эту добычу не съедает, он ее прикапывает и ждет, пока она начнет гнить. А у Мансура, я знаю, почему у него трясочки, мне кажется, были, просто я предполагаю, то, что у него, наверное, восприятие холода, какое-то слишком чувствительное. Нет, он просто очень любит мороженое. Как все маленькие дети. Такая рада, что трясется. Он очень-очень любил мороженое. Вопросы? Есть еще? Ну, тогда спасибо вам всем. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!